В митинге за легализацию конопли приняли участие более ста человек. Организаторы призвали пришедших на митинг не нарушать законы и подчеркнули, что акция не пропагандирует употребление наркотиков. Собравшиеся также говорили о необходимости провести широкую дискуссию на тему конопли, которая опиралась бы на рациональные и научные факты. По мнению сторонников легализации и организаторов митинга, следует обсудить легальное использование конопли, в первую очередь потому, что на сегодняшний день она недоступна даже для людей, страдающих серьезными заболеваниями, при которых производные растения используются в качестве лекарства. Врачи не выписывают препараты на основе конопли. В ходе опросов общественного мнения выяснилось, что 67% жителей Эстонии поддерживают легализацию и государственное регулирование рынка конопли. Но правительство страны выступает против, мотивируя это заботой о здоровье нации. И здесь власти, как ни странно, абсолютно правы. Хотим мы, не хотим, это зависимость. Начинаются процессы разрушения здоровья, расстройства мышления, галлюцинозы. Это те, которые 15-20 лет, шизофреноподобное мышление, расстройство. А самое главное изменение личности. Те, кто инициирует, видимо, необходимо вот такое формировать потребительское общество, кто употребляет наркотики, типа даже конопли, они становятся пофигистами. Одна из участниц Пикета объяснила свое желание о легализации тем, что по закону ходатайствовала лечебной конопле, но два врача отказались ее выписывать. Однако, по словам женщины, страдающей рассеянным склерозом, растение помогает ей и от конопли становится легче. Доктор Кук, однако, отмечает, что замену лекарствам на основе конопли легко найти. К тому же существуют и другие способы помощи больным. Есть современные препараты, которые помогают и при рассеянном склерозе, и устранении боли. Есть психологические методы и способы. Надо искать альтернативу. Ни людям, которые употребляют в качестве препаратов, ни молодежи, которые выключаются из активного общества, ничего это не дает. Получает прибыль либо торговцы, либо государство в виде налогов, где это разрешено, больше ничего. Словом, легализация, в том числе и лекарственной, или аптечной конопли, повлечет серьезные проблемы для общества в целом. Достаточно сравнить разные страны, где существует или нет запрет. Кстати, в конце марта в соседней Латвии активисты также начали сбор подписей за легализацию конопли для личного употребления.